Посыл очка из Китая, и это ее распаков очка. Внутри мод под кит от компании Vape Only Space. Ну а поскольку это мод с пейсами, то разумеется ты смотришь то традиционную рубрику «Ой, вейп!» Да, вейпы уже давно всех подзаебали, а шо делать, а шо делать. Чем же эта под-система отличается от многих других? Ну прежде всего тем, что это попытка сделать rebuildable под, то есть там, где ты сам можешь поменять спираль, а не подсаживаться на готовые головы или поды в сборе, ну то есть чтобы после покупки не зависеть от производителя и не приобретать постоянно какие-то расходники. Это первый момент. А второй момент, то что в этом поде используются стандартные аккумуляторы 18650, то есть если вдруг с батарейкой что-то случится, ее тоже легко поменять. Разумеется, факт использования стандартных батареек накладывает некоторые ограничения по мини-теуаризации, и этот мод ну никак не назовешь компактным. Просто для меня под-система это что-то такое компактное, размером примерно с зажигалку, и по старой провейперской традиции ты можешь незаметненько проносить такой под у себя в анусе, например. В данном случае это вряд ли возможно, потому что по габаритам этот девайс примерно с пачку обычных сигарет. И по толщине, и по длине, и по ширине, то есть это достаточно крупный девайс. К преимуществу можно отнести то, что этот девайс умеет заряжать батарейку по USB, и при этом используется современный разъем тупись. Это всегда плюс. Кроме того, мне понравился внешний вид. Весь корпус собран из пластика, его торцы и боковины покрыты soft-touch материалом, а передняя и задняя панель доступны в различных цветовых решениях, и мне досталась вот такая, типа с какими-то разводами что ли. На самом деле это какая-то разноцветная резина, вернее несколько цветов, которые понамешаны вот в такой вот узор. Получилось достаточно красиво, и у этого рисунка есть какой-то такой эффект глубины. То есть если смотреть под углом, возникает ощущение, что рисунок объемный что ли. Ну в общем красиво получилось, и с точки зрения дизайна и внешнего вида приебаться не к чему. Тут все лаконично и при этом симпатично. К минусам можно отнести то, что с новья этот мод просто адски воняет этой самой резиной. И на то, чтобы запах выветрился полностью, уходит где-то примерно недели. Снаружи на моде есть только одна кнопка, она на одной из стенок, а не на торце, и нажимая на нее ты включаешь и выключаешь вейп. Ну и разумеется она работает как кнопка файер! Вторая стенка держится на магнитах, и если ее подковырнуть, то открывается доступ к отсеку для аккумулятора, к слову сказать аккумулятор вставляется плюсом вниз. Вроде бы и хрен с ним, но я как-то все-таки привык что аккумуляторы вставляются плюсом кверху. Ну неважно. Здесь же под крышкой есть небольшой экранчик и три кнопки по настройке мода. Функции дисплея и кнопок управления абсолютно идентичны другой подсистеме от этого же производителя Vape Only, которую я тоже обозревал, поэтому время тратить на рассказ о функциях я не буду, скажу лишь только что как и в том девайсе, здесь есть возможность регулировать мощность как в ваттах, так и более широкими мазками, а именно low, medium и high. Прежде чем орать low battery, этот мод разряжает батарейки где-то примерно до 14%, ну по крайней мере так говорит моя зарядочка. При закрытой крышке экранчик не видно от слова совсем и к кнопкам доступа тоже нет, но с торца, там где USB разъем, есть небольшая дырдочка откуда светит беленький светодиодик. То есть какая-то индикация на корпусе есть. На этой самой съемной стенке есть такая щель, через которую ты якобы должен видеть сколько же осталось жижи в поде. Но на самом деле уровня жижи нихуя не видно, потому что там темно, и с тем же успехом они могли эту щель вообще не прорезать, потому что смысла в ней нет никакого. Ну и теперь переходим к самому интересному, собственно говоря к поду. И здесь они конечно нахуевертили какой-то адовой херни. Сам танк сделан из прозрачного пластика, и они попытались по максимуму использовать весь внутренний объем, чтобы в него помещалось побольше жижи. Поэтому бак прямоугольной формы, и в него помещается где-то 3,5 миллилитра жижи. Заправочное отверстие прикрыто простой пробкой, и пробка хлястиком удерживается за сам танк, проебать ее достаточно сложно. А дальше начинается хуеверть. Во-первых, танк удерживается на месте с помощью подпружиненных контактов. То есть снизу три контакта, грубо говоря, боковые одной полярности, центральной другой полярности. Это нужно для того, чтобы танк можно было вставлять любым концом. И собственно говоря, эти подпружиненные контакты прижимают танк к дриптипу сверху. Делают они это крайне хуево, потому что дриптип не вставляется в танк, они просто прижимаются друг к другу. Соединение, разумеется, получается нихуя не герметичное, и через дриптип помимо пара подсасывается просто воздух. Эту проблему можно было бы легко решить, если бы кончик дриптипа сделать чуть тоньше, чтобы он как бы влезал внутрь танка. Таким образом, танк удерживался бы не только пружинами контакта, но еще и самим дриптипом. А для того, чтобы вытащить бак, достаточно было просто вытянуть дриптип. Но в данном случае инженеры до этого не допетрили, поэтому дриптип используется стандартного размера, и можно поставить любой другой 510 дриптип. Снизу есть специальная металлическая площадка, на которой есть еще кольцо для регулировки тугости затяжки. Само это кольцо вставляется в бак на двух орингах, то есть кроме этих двух резинок, эту железную херню в баке ничего не удерживает. Это конечно хорошо, потому что если вкручивать металлическую базу в пластиковый танк, ему быстро настанет пизда, но тем не менее соединение какое-то хлипковатое получается. А вот уже вот в это вот нижнее кольцо вкручивается на обычной резьбе эта самая голова. Подсос воздуха осуществляется через несколько отверстий в корпусе, которые примерно расположены в том месте, где на этом железном кольце находится воздуховод. Что касается голов, в комплекте две головы на 0.6 и 0.4 Ом, то есть это сабомный танк. И максимальная мощность, по заявлению производителя, 60 Вт. Я сначала думал, что это койлы типа Nautilus Aspire 2, но потом выяснил, что вейпонли выпускает свои койлы, которые называются V-Air Mini. Они и сюда подходят, и в тот вот предыдущий девайс от вейпонли, который я обозревал, который назывался Mind. С этими головами есть две залупы. Первая залупа. Отверстие под вату на них очень высоко. И получается, что когда в баке остается где-то примерно четверть жижи, ее уровень становится ниже, чем вот эти вот дырки с ватой. То есть жижа тупо не попадает в головку. От заявленного объема в 3,5 мл можно смело откусывать где-то примерно четверть. И учитывая еще, что ты наверно не до конца будешь танк заливать, в общем эффективный объем этого бака где-то 2,5 мл, чего при достаточно высокой мощности хватает очень ненадолго, и тебе с собой придется таскать бутылочку с жижей, потому что одной заправки не хватает даже на один день. Но это полбеды. Основная проблема с койлами здесь, что они текут как суки блять. Поскольку в моде нижний воздухозабор через вату в этих койлах жижа проливается вниз и через воздухозабор заливает все внутри мода в пизду блять. То есть жижа течет по кнопкам, по вот этому экранчику, попадает на батарейку, истекает вниз, и когда она доходит вот за ту выборку в корпусе, за которую ты подцепляешь крышку, жижа начинает проливаться, ну в карман тебе например. А если заправленный мод ты на ночь оставил на столе, то к утру под ним образуется огромная лужа, и за счет силы поверхностного натяжения мод еще и прилипает к столу, так что отодрать его становится непросто. То есть это явно проблема вот этих говнокойлов. Но у нас же rebuildable подсистем блять. А где же собственно говоря rebuildable голова то блять, rebuildable дека где? А в пизде. Нет ее в комплекте. В инструкции она указана, на сайте она указана, а в комплекте нет. Как выяснилось, поскольку я один из первых обладателей данного девайса, и у меня даже на коробке написано sample, то есть образец, не для продажи, обслуживаемые базы они наточить видимо не успели, и поэтому в комплекте к моему девайсу этой самой головы нет. Сука блять, вы бы лучше не положили вот эту одноразовую парашу. Я все равно одноразовыми головами не пользуюсь, но положили бы, сука, вот эту rebuildable деку. Если вы рекламируете это как фишку, ну так кладите, сука, в комплект все. В общем, чтобы до обеда фулл был на моем столе. Разумеется, никакого фулла у меня не появилось, поэтому обзора головы не будет. Возможно, я ее когда-нибудь потом докуплю, если они наконец-то ее сделают. На текущий момент у меня не обслуживаемый мод, который течет, сука. И больше всего в этой ситуации бесит, что мод-то в принципе классный. Мне понравился его внешний вид, мне понравилось, что у него USB-C зарядка, мне понравилось, что у него есть нормальный экранчик с индикатором заряда батареи, мощности, сопротивления и так далее. И если закрыть глаза на течь, он хорошо парит. Это вполне себе сабомный девайс. То есть количество пара, вкус и так далее на уровне сабомных танков, с которых собственно говоря и началась популяризация вейпов среди широких каловых масс, то есть даже бабы начали парить, именно вот эти вот сабомные танки со сменными головами. И случилось это где-то примерно лет 5 назад. Соответственно, я даже не знаю как резюмировать этот обзор. С одной стороны девайс прикольный, но с другой стороны он течет как сука. И самое главное, что в моем комплекте нету того, ради чего собственно говоря я и заказывал себе этот мод, а именно обслуживаемые головы. Но если бы она тут была, это был бы очень классный девайс, потому что у него нет никаких проблем с заменой батареи, если она вдруг износится, или если тебе нужна запасная батарейка, и у него в теории нет проблем с расходниками, потому что ты сам можешь перемотать эту голову. Единственное, что здесь у меня вызывает смущение, это сам вот этот танк. Он все-таки пластиковый и наверное не очень долговечный. А поскольку размер у него нестандартный, хер знает где брать замену в том случае, если он треснет, лопнет, ты его потеряешь или еще какая-нибудь залупа с ним случится. Соответственно не буду ни отговаривать, ни рекомендовать к покупке этот девайс, но если ты все-таки захочешь его купить, реферальная ссылочка на покупку находится внизу в описании и приведет она тебя в магазин Heaven Gifts, где по-прежнему действует мой промокод АИЗИ15 и по этому промокоду тебя ждет 15% скид очка. Я Блок Ютуба. Блок в помощь.